смотри сегодня вся психотерапия сидит на прощении то есть и религии на прощении сидит бог простит бог отпустит грехи я тебя прощу да бог простит и я тебя прощу и даже есть про день пинг-понг такой а смотри какая подмена более того вся вся медицина вот эта психотерапевтическая уже состоит она тоже в роли не колен типинг радикальное вращение у человека вот вроде когда он занимается прощением пишет анкеты неосознавания анкеты прощения радикального у него наступает вот этот момент облегчение когда его отпускает это прощение это перемирие время время на это знаешь временный вдох такой временный вдох и при этом вот в этой паузе такая пауза когда формируется следующий неосознанно сценарий вообще неосознанно но типах как бог подаст как он простит так и смотри вот вот в эти моменты у человека полностью отсутствует осознанность полностью человек полностью не осознает что он запрашивает какие игры он хочет развернуть чего вообще хочет в этой жизни во что играть будем товарищи смотри как только человек слышит прощение простился да он сразу он знаешь как в этот момент он как будто как можно назвать как под наркозом до сразу хлоп и в наркоз то есть боль исчезает временное все прощение как обезболивание обезболивание вот обезболивание а боль то остается внутри на прощение про еще про еще про еще про то что ты еще раз сыграешь и да но уже с каким-то другим изыском да при этом другой боли и тогда игра продолжает быть и тогда кому это выгодно прощение тому тому кто формирует коллективные игры и кто управляет неосознанным давным куда для того чтобы этот шарик повернуть с другой стороны прощения да а теперь с этой отец и пока ты на этой стороне играешь здесь столько всего да потом ты перешел сюда сюда ты уже не помню что ты играл ты опять заново играешь и ты при этом смотри вот это прощение временное сливание перемирие между двумя гранями с одной стороны я виноват прости меня пожалуйста с другой стороны у меня просят прощение гордыня да вот она гордыня и вина временно вошли в перемирие это прощение это не завершение игры не завершение и когда детей учат попросил у тети прощения а он за что он знает эту тетю зачем ему игра дальше а мама ввязывает его таким образом или кто-то ввязывает в игру скажи тёте спасибо за опыт все да скажи скажи тёте прости да извинись перед все мама втянула в игру уже с этой непонятной тети он уже там а ты просто скажи поблагодарить за то что тетя научила меня тому-то тому а теперь вот даже представь да ситуацию одну и ту же там какая ситуация какая-то там произошла такая да и мама говорит ребенку попроси у тети прощения до чувствуешь а теперь смотри а когда и тетя такая раздувает а теперь скажите у этих невоспитанность да а теперь а теперь другая скажите эти спасибо благодарить тетю за опыт полученный благодарю вас и пар сошел да да и эго не раздувается и нет игры причем парадокс понимаешь вот сейчас когда осознанно подлость когда осознанно до мести в подсознании это все механизмы это даже не это целый все подсознание расписали в механизм я просто офигеваю иллюзионист это просто бомбическая будет книга а учебник коллезионисту это учебника пособие для психологов у которых остался мозг после их всего травматизма но это ладно следующий шаг когда ты выходишь вот в это прощение ты понимаешь что ему вообще нет места в нашем в нашем обществе нашем обществе должно быть место благодарности и уроком благодарны только и только тогда будет новая игра только только тогда будет новая жизнь только тогда только тогда наши дети будут расти здоровыми кстати никогда не учила детей еще вову наверно когда-то в детстве извинись дима я сросли они никогда прощения не просят и меня иногда упрекают твои дети никогда не извиняется на хрен им с вами играть вообще вы дети умеют говорить спасибо все на главы чтоб умели говорить спасибо это важно благодарю вот эта задача на самом деле задач ты знаешь и я не помню я даже не помню если вот ну наверно тоже как-то со свет и наверно да со старшей но не помню тоже не придавал этому знать не могу вот но на данный момент не могу вспомнить с лера я совсем другая но смотри получается когда человек входит в эту фазу перемирия когда он вроде уже не виноват но он уже отражается в гордыне он все равно отражается в качелях и игра все равно не завершена в этот момент он же не осознает не завершение этой игры да нет а вообще вот когда идет это прощенное воскресенье куча людей просит у кучи людей прощения это значит напоминает коллективный секс да и потом а хрен его знает да кто папа кто папа точно а самое главное то что игра продолжается продолжается но она продолжается за счет чего смотри помнишь когда мы шли проходили мало того что эго ум выше я диск игровой да там же дальше идут платформы большего контура а на больших контурах там же можно встретить любых персонажей и эти персонажи они просто в это время начинают реально играть и в человеке они начинают играть они есть в нашем надсознании есть все все персонажи черти без саде хочешь кого хочешь там найдешь то есть вот если ты почитал сказки вечера на хуторе близ диканьки вот все все это у тебя в надсознании есть пускай это будет через впечатление пускай это будет через загрузку гоголя пускай это пофиг как это будет но это уже есть потому что у тебя в текущей жизни эта информация втекла в твое надсознание и там есть и чем больше херни вы проглотили через ужастики через книжки через достоевского тем больше в себя впихнули говно и войну и мир тем больше у себя вот этого дерьма напихали и потом вы с этим дерьмом бум-бум-бум ходите в надсознании и вот когда вы выходите и говоришь вот выходит фазу перемирия когда а играть то него что и вы не осознаете запросы на игры на игру свои но я фазу перемирия сейчас мы зацепились за прощение точно также любой чат любую коллективную игру любую войну шку любую любой ты цепляешься ты входишь на каком-то состоянии туда на каких-то чувствах ты зацепился и дальше у тебя вот загрузка и у тебя загрузка идет через твои полностью через твое надсознание через то что туда загружено через этот компот да я когда смотрю на этот компот вот один компот ты несешь в рюкзаке а называется карма да это все что ты не осознал но то что уже было отжато нахапал да нахапал да нахапала и все так ценно три телевизора совсем так так жалко проститься и вот и с этим вот несешь мало того что оттуда хаотично берутся сценарий ты вообще не осознаешь а эти сценарии это запрос на игру который требует освободи место на диске освободи вот эту надсознательную часть чтобы мы могли хоть что-то с архивировать чтобы ты хоть в какой-то момент большом включена или ну вот одну вот что-то нам воздачать процентов да потому что мозг занят херней вот ты просто купил новый компьютер загрузил туда все старье и ждешь что компьютер будет работать как новый ну нахера ты старье туда грузил и вот когда ты вот на это все смотришь ты понимаешь что вот это все основа автоматизма на самом деле основа того что человек превращается в бота в робота и он просто ляпс прилетела ляпс будет он ждет как пройдет мой завтрашний день но наверно бог мне пошлет счастье нет бог послал не случайное несчастье а я пострадаю случайно за того то там это случилось в объективной реальности или там да и все и пошло то есть или я не знаю как оно сложится все не знаешь и автоматизм пошел и человек знаешь как в тетре сыграть ой прилетела ой прилетела ой прилетела блин это прилетело происходит в твоей голове почему ты не включаешь режимы когда ты видишь как ты это посылаешь и когда режима сортировки нет вообще как ты это посылаешь и как тебе на это прилетает ты же играешь со своим зеркалом ты со своим зеркалом никто кроме тебя не играет со своим зеркалом ты отражаешься в зеркале реальности той реальности которую ты создаешь здесь и сейчас. Ну что, запрашивай, что и получаешь. Но ты при этом не отвечаешь за то, что ты запрашиваешь. Это не я запросил. Всё, понимаешь? Вот оно, знаешь, даже вот за это. Это не моё. То есть не я запросил, а кто запросил. Кто угодно, только не я. Но видишь, ты не можешь это заметить, ты не можешь это осознать, пока твоё надсознание переполнено мусором. Перегружено. Хламом. И вот именно вот это надсознание, перегруженное хламом, оно как ни парадоксально, оно провоцирует запросы на игру, а в запросах на игру прописано старость и смерть. Я сегодня выложила статью на Пупе по этому вот, по мести. И мне кажется, что кратко тезисно, но там ещё надо понять, о чём написано. Но для того, чтобы понять... Во всяком случае, понятно, где хранится информация по смерти. Это программное обеспечение, фильтра старения, где хранятся. То есть они не просто в надсознании вот легли, что ты взял, поменял и так легко. Ни хрена, это значительно сложнее. Но у них есть отведённое место. И вот когда ты его уже осознаёшь, ты понимаешь, что после этого ты можешь с этим работать. А человек, который только до него начинает доходить какие-то моменты, он начинает просыпаться, до него начинает доходить, что, блин, это же реальность, она создаётся в моей голове. А куда делись остальные 95% мозга. Извилины, что там вроде серое вещество есть, но оно не работает. А на что оно работает? Конечно, можно тут же переключиться и сказать, что его пропылили там летающими самолётами. Это я вот недавно видела чушь такую. Потом ещё там глобалисты у него там извилины достали, да, и чьи бжевели, ещё что-нибудь. Ну, какую херню зацепишь, там инопланетяне прилетали, и тарелка пропилила голову. Ну, то есть, вот что случилось, то у него в голове есть. Но при этом, вот если всё-таки включить мозг и подумать, если мозг у нас должен работать на 100%, то давайте поговорим, почему я не замечаю, как я создаю реальность, что я запрашиваю в проживании, и почему я сразу не отправляю в архив информацию, а волокую её за собой. Зачем мне с собой прошлое и будущее, если у меня есть момент здесь и сейчас? И почему в моменте здесь и сейчас я веду себя как дебил, если я с собой не волоку прошлого и будущего? По-моему, законные вопросы, когда осознаёшь, как работает надсознание человека. И вот именно начало, вход в просыпание, в осознанное создание снов, вообще в создание, это выметание информации из надсознания. Для этого надо понять, как там работают механизмы, как работает эго, ум, высший я как минимум, как работает бутерброд, как там прописано программное обеспечение, где прописано наше тело, и чем вообще получается интеллект отличается от интеллекта, тело отличается от памяти, глобальные отличия, и почему они лежат на разных дисках. И вообще там роль коллективного и всего остального, кстати, даже в бутерброде видно, что коллективный механизм веры всё создано как переотражение реальности. Блин, даже здесь, вот этот вселенский стёб, всё настолько очевидно. И здесь очень важно понять, как работают платформы B1, B2, B3, вот эта часть надсознательная. Если это ты уже в голове имеешь, то тогда ты сможешь это всё почистить у себя. И у тебя появляется шанс на просыпание, проснуться и увидеть, ну начать двигать свою точку сборки восприятия. А иначе она жёстко будет зафиксирована, и ты не можешь её сдвинуть. И тогда твоё восприятие, знаешь, как у нас будут слушать люди, говорят, о, тёлки бредят. Да, именно так и будут говорить. Тот, кто не воспринимает. Да? А как человеку понять, если... Да посмотри, возьми психологию, я вообще просто иногда ржу в голос, когда я вижу новых активных психологов, я не знаю, откуда их выпускают, и они начинают активно раскручивать свои аккаунты, например, в ТикТоке. А сейчас ТикТок вообще очень хорошо показывает. Рисуют новые схемы, рассказывают, выражают претензии родителей, занимаются прощением родителей публично, вынося все свои обиды, вину на родителей. То, что я видела вообще, ты знаешь, это шизофрения. Это вообще этот мир сошёл с ума, и я бы просто вот сидела с мухобойкой, давала бы по голове. Ну, вместо того, чтобы поблагодарить родителя за то, что он дал тебе тело, человек на него выносит ответственность. Ну, ты до старости будешь нести эту ответственность на свою маму? У тебя извилины нету, чтобы её поблагодарить? Ты знаешь, такие психологи, они как вирус, который в компьютер попадает, да, и именно как вирус. И этот вирус не удаляется, да, а вирус, входишь в вирус, и ещё создаёшь вирус, и ещё вот это... Они распыляют вот этот вход в вирус. Хренатень, по бошкам людей, и получается, что поэтому коллективный, бессознательный, поэтому у него нет шанса проснуться, потому что там один вирус наслаивается на другой. Один мусор. Там один мусор. И вот этот мусор, который убрать, это ещё кусок работы. И этот мусор, он тянется, знаешь, как за собой, как пригодится, а когда пригодится, неважно. Как старые вещи. Как старые вещи, да. И неважно, когда оно пригодится, а человек живёт с этим грузом и не понимает, что он просто... Нет места для нового. Просто нет. Оно не может появиться, пока ты не уберёшь. Смотри, ну, даже вот этот вот процесс накопления мусора, он же записан у нас в подсознании на очень большой глубине как потребность. Смотри, вот, например, когда человек, вот случилось с ним что-то, он получил какой-то опыт. Да, вот он уже опыт, он даже может осознавать этот опыт. Но при этом, о, в следующий раз, я так не поступлю, я буду поступать... Ты дышь запрос. Ты дышь, это запрос на месть. Какая месть? Это же я не поступлю так. Нет, это запрос на место на диске. То есть ты уже возвратил... Ты придурок, ты волочёшься с собой какаху. Ты её не видишь, как ты её волочёшь. А на самом деле, если бы ты задумался и просто оставил здесь и сейчас, благодарю, а завтра будет завтра, а вчера было вчера, хлоп ты обрезал и пошёл свободно дальше. Это, знаешь, как вот это вот за собой волочи, это человек сходил в туалет, да, и потом, но я когда-нибудь посажу розы. Так хлопь себе засыпал и понёс. Ничего, всё моё ношу с собой. И чем дальше иду, тем больше волочи приходится. Ну и пованиваю, конечно, так нормальненько. Но если посмотреть, вот этот момент, когда я навалил и себе так, ну, это вот в надсознании. Я не осознаю вот этот момент, что я в надсознание кидаю, а потом в инкарнационном цикле на хлоп и перенесено в рюкзак. Тут мы, кажется, что мы несем по жизни здесь, но надсознание здесь, а там перевернулось. А самое главное, ты говоришь про инкарнационный а уже, она на самом деле даже инкарнационного цикла не надо ждать. На следующий день ты уже можешь ну, день, ночь, да. Всё, да, 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 да. А сейчас вообще так быстро. Да. Я когда смотрю время. Как сейчас происходят вот эти вот процессы, смотришь там на политиков, смотришь на страны, на события, на войны, как они проходят. И как вот оно сразу, хлоп, что посел, то пожал, хлоп, что посел, то пожал. Вообще так легко и так красиво. Ты можешь даже не собственный фильм не смотреть, смотри чужие фильмы. Тебе не надо это проживать через своё тело. Кайфуй. Кайфуй от вариантов осознаний, которые ты сегодня можешь получать. Ты просто можешь, да, на самом деле, ты можешь просто наблюдать и учиться на всех вот этих фильмах получать знания. Более того, когда твоё надсознание, твоё надсознание уже относительно разгружено, да, когда ты понимаешь, как эти вещи проходят, то ты можешь просто целенаправленно брать и создавать запросы. Я хочу посмотреть фильм, какой будет фильм идти там, а я хочу посмотреть, какой фильм будет идти там. И вот это, вот это сейчас вызывает такой кайф, когда ты понимаешь, это возможно и это реально. Реально. И твоё дело только запросить правильно и потом наблюдать. И уделить внимание этому. Всё. Уделить внимание, но уделить внимание не только наблюдать, но ещё и создать, что же ты всё-таки хочешь, да, то есть какие-то элементы. И при этом будет комедия, то она будет о чём? Краткое содержание. Слышишь, есть возможность не только создать, наблюдать, а есть возможность ещё третьей, и самому поиграть. Конечно. Ещё войти и поиграть. И войти и поиграть, да. Но здесь ты понимаешь, что для того, чтобы войти, поиграть и не заснуть, у тебя должно быть абсолютно чистое сознание, абсолютно чистое, и при этом по парадоксу имеющее все знания в чистом виде. При этом смотри, когда ты уже выходишь на этот уровень, то тебе очень-очень хочется создавать и наблюдать, и не играть, а в это время, когда ты наблюдаешь и создаешь, когда уже создана дельта на время, тебе очень хочется взаимодействовать с природой, с самыми твоими близкими, путешествовать куда-то с минимальным количеством вещей. Вот это есть, про эту я игру и говорю. Это совсем другая игра. Совсем другая игра. Вот это уже игра, в которой ты абсолютно действительно сам с собой. Ты кайфуешь от своей жизни. Вот я про эту игру и говорила. Ведь вообще меня когда-то очень сильно впечатлила информация, которую я услышала в Узбекистане, когда рассказывали про Тамерлана и про Саида Бараку. Даже в одной книге мы и приводили пример, как Саид Барака вручил Тамерлану барабан и отправил его в сражение. И тут классно побеждал. Но при этом сознание Саида Бараки очень хорошо помогало Тамерлану. Создавало его сражение и создавало его победы. Так вот, понимаешь, сознания создающие, они всегда находятся где-то. И поэтому всё время говорили о том, что есть какие-то люди, есть какие-то, какие-то, какие-то. Я всё не понимала, почему эти люди, вот смотри, вот стал бы такой человек Путиным, или стал бы такой человек где-то во главе какой-то финансовой империи. А сейчас я понимаю. Никогда. Никогда. Никогда такой человек, который хотя бы что-то осознаёт, уже хотя бы что-то осознаёт, не пойдёт ни во власть. Это просто невозможно даже. Это просто невозможно. Да, это невозможно. Потому что он понимает, что автоматически он уже проиграет. Всё, он просто уснёт. Он уснёт, да. Он уснёт, и это несовместимое состояние сознания. Это как, вот здесь уже будет, это как гибель. Вот это уже как гибель будет. Да. Но к осознанию этого приходишь только через осознавание внутренней чистоты. Да, это да. Ты видишь весь процесс, а ты не можешь все процессы, происходящие в психике, видеть в том, как они правильно работают, пока ты не выделишь отдельные механизмы и не очистишь их от своей же собственной грязи, представлений, лжи, искажений и так далее. И поэтому настолько сложен был путь в глубины самих себя, и поэтому мы проделывали его столько лет. И поэтому надсознание сперва вообще было полностью, и у людей, но полностью заполнено хернёй из коллективного. Да. Вот смотри, на самом деле. Да, вот я только хотела сказать. При этом смотри, на самом деле, насколько удивительно, именно Достоевского, именно Достоевского, да, идиот, потом... Это и в идиоте там старушка или нет? Преступление наказания. Преступление наказания. Так, понимаешь, почему я главного героя Достоевского, идиота, не помню. Я тоже не помню. Несколько раз читала эту книгу. Не помню, не помню. И, кстати, на полке даже где-то стоит. И при этом вот сейчас спроси, вот полная амнезия. Так, пфух. Вот когда мы удаляли, зачищали надсознание. Всё, что осталось... Вот это всё вычищено. Всё, что осталось от Достоевского, это то, что мне нравилось читать его. Отношения, всё. Всё, да. Больше ничего не осталось. Да. Так я вот сейчас, всё больше до меня доходит. Мы с тобой вообще, получается, не цивилизованные, не культурные люди. Ну да. Мы вот эту информацию... Отметаем. Мы просто её выкинули за ненадобностью. И теперь, если даже ты захочешь в каком-нибудь интервью показать, какая ты образованная, ты максимум можешь сказать. Я когда-то читала, да? А кто? Это там было, да? Не помню. Фух, в архив. Нету прошлого и будущего. Надсознание, подсознание удаляется информация, но зато у тебя есть ресурс на то, чтобы идти глубже и расписывать вот эти все процессы в человеке и знать полностью, как будет выстроена реальность. У тебя твой компьютер работает на реальность. Он уже не... На то, что ты создаёшь. Он не работает на переваривании чужих мыслей. Уже переваренного. Уже переваренного. Уже нету там этого переваренного. Всё зачищено. И вот представь... Есть чистое сознание в разуме. Вот ты сейчас говоришь человеку, а хочешь так? А человек потом зависает. Ну так я аж потом, как я смогу попантоваться в обществе? Показать, как я начитан образован. Вот знали, как эго так хлоп, а ты уже не сможешь попантоваться в обществе. Потому что ты это общество либо создаёшь то, которое тебе надо, либо не создаёшь, и нахрен не надо. А заметь, и при этом абсолютно всё равно, что скажут, что напишут. Что подумают. А что подумают. То есть, ну настолько всё равно. И это не всё равно такое «всё равно мне». Нет. А вообще вот ровно. Просто наблюдение. И самое главное, что вот на самом деле, что такое осознание, да, это когда, вот, или возьми тоже благодарность, это когда у тебя нет эмоций. Но это не значит, что ты нет эмоций, и ты не знаешь, что это такое эмоции. Тогда нет, это не об этом. Ты просто знаешь, что такое эмоции, то есть опыт, знание, эмоции. А у тебя просто на это вот именно событие нет эмоций. Так тут даже смотри, не просто на это событие. Вот вспомни вчера вечером, когда мы провели погружение. Какое состояние у нас было? Это состояние восприятия из тела. То есть из глубин вот этого статического тела, когда у тебя получается вход в эти состояния, получается вход, пока мы говорим об этом. Это не значит, что это так легко даётся. Но уже в тренировках это пошло. Вот это состояние, когда вообще полностью отсутствуют эмоции в твоей жизни. Полностью. И даже если снаружи у тебя будут рваться бомбы, или кто-то на тебя будет наезжать, или кто-то будет эмоционировать, или кто-то будет кричать, или кто-то будет топать, визжать. Всё, что угодно. У тебя это, знаешь, как ты в океане, а там где-то пена пролетает. И вообще тебе пофиг на это. И при этом у тебя глубины информации, ты можешь дать ответ этому любому человеку на любой вопрос. Вся информация есть. И более того, поведение этого человека для тебя смешно. Потому что он в это время напоминает тебе маленького капризного ребёнка, который ведёт себя неадекватно. И это касается любых взрослых. Вот если тебе в это время попадается какая-то политическая новость, любой политик, любой военный, они такие важные, они такие умные. А ты смотришь на это, а тебе смешно. Тебе смешно, потому что ты видишь, дети играют. Вот это восприятие, оно вообще охрененное, но оно очень сложно пока даётся. Но при этом это полное обнуление эмоций. Более того, это интересная трансформация чувств. Даже пока не чувств, ощущения, если брать на уровне тела, на уровне ощущений. Вот эти переносы тела, когда ты фотографию берёшь, и ты чувствуешь вот этим телом. Это тело становится вдруг я. И это я, и это я в этом теле, и тогда разворачивается та жизнь. И вот эти переносы, они тоже уже доступны, становятся легко доступны. То есть уже уровень ощущений работает легко, потому что эмоции выключены полностью. А, да, да. И потом уже следующее будет состояние, это состояние сознания. А это уже полностью изменение сценария тогда в любом теле. Да. Мало того, это вот когда ты смотришь на человека или на фотографии, ты понимаешь, ты сразу, вот ты просто сразу становишься как бы этим человеком. Раскрывается всё, да. И при этом получается, тогда у тебя нет времени на самом деле. Нет времени, да. Оно просто, ну, его нет. Есть только здесь и сейчас. Всё. И всё. Всё. И любой момент, он здесь и сейчас, там, где ты. Да. Вот именно там, где ты. И это не там, где ты сидишь, а там, где ты есть. Вот. Знаешь, получается, что если ещё чуть-чуть глубже дойти, то мы, в принципе, можем влетать в те же, ну, в те же, не в те же, но во всяком случае с подобными проявлениями состояния. Вот человек в белой горячке, например. Белая горячка здесь как подсказка, да, идёт, что вот это возможно, только возможно на чём? Там это на интоксикации, на отравлении тела, и это последний крик тела о помощи. А вот, но у человека начинают сбоить реальности. И человек в белой горячке, он, например, абсолютно чётко может видеть инопланетян, да, и вот говорит, что вот они пахнут серой, там, у них такие глаза, я их трогаю, у них там шершавая кожа, вонючая или ещё что-нибудь. Это для него реальная реальность. При этом, если сказать, что это галлюцинация, как в гипнозе, в гипнозе никогда ты не добьёшься такой стойкой галлюцинации, как в белой горячке. И на сегодняшний день я никогда не поверю, что психиатрия может нормально объяснить белую горячку. Никогда не поверю. То есть нет настолько там продвинутых юзеров. И при этом, когда вот ты смотришь из этого состояния, когда ты тренируешь восприятие из статического тела, ты понимаешь, что вот есть состояние, когда вот эта вот реальность становится реальной. И она не совпадает с той реальностью, с которой ты сейчас перетекал сознанием. И ты можешь остаться в этой реальности, и ты можешь быть в той реальности. На самом деле тело-то хоронят в коллективном. Его не хоронит сам человек играющий. Вот. А на самом же деле реальность. Ты говоришь, что каждый человек – это реальность. Ну, конечно. Это абсолютно вот любви. Нет, я сейчас имела в виду во времени, например, ты попадаешь в 17 век или в 15 век. Нет, вообще нет времени. Вообще нет. Машина времени работает вот в статическом этом теле, вот с этих восприятий. И самое интересное, что это натренировывается, это возможность психики человека. То есть фактически… И через это… Эта возможность, она реальна. Хочешь? Когда у тебя открытые чувства, Наташа. Конечно. Когда ты чувствуешь, да? Когда разум работает, потому что это полностью работа разума. При этом отключен ум. Вот вчера же вот в этих состояниях ума вообще нет. Ума, да. Нет вообще. Он полностью выключен. Но при этом есть все знания. Программа ума отключена полностью. Разум работает. Да. Так и возможно, знание возможно достать, вспомнить, достать только выключив ум. А вспомни книгу над сознанием. Сейчас если смотреть, какой бред, да? Но это же ведь бред этот. Бред – это подсознание. Ну это да. Да, но там же тоже, на самом деле, то, что мы с тобой в белом… Вот когда читаешь все, что мы доставали в надсознании, да? Ведь смотри… Надсознание, подсознание, да. Да. Еще то путешествие. Смотри, это ведь возможно было только выключив ум. Потому что я же помню очень хорошо. Для меня был такой шаг сильный. Да, да, да. Ну смотри, Ириш, ну вот у нас сегодня будет начинаться курс по надсознанию. Да. Курс сложный. Выжимка будет по всему надсознанию. То есть мы в сжатом варианте максимально адекватно будем давать самую выжатую нужную информацию. Всю суть. И вот смотри, я каждый раз, когда думаю об этом курсе, я понимаю, что для нас это легко. Вообще легко. А приходит человек, который впервые столкнулся с инфодайингом. И он понимает, что он еще хочет что-то в психологию. Есть люди, которые еще хотят перепродать это все. А есть те, кто потом думает, это же можно и в науку запихнуть. У каждого же свои планы и у каждого свои цели. Они приходят, они платят деньги, они рассчитывают потом воспользоваться этой информацией в своих целях. Это нормально. Так вот смотри, приходит человек, он заполнен. Мусором. И для него вот то, что мы говорим, половину вещей он просто не способен слышать ввиду того. То есть это как ты пробуешь положить на полку, как вчера мы работали с шишковидной. Вот ты туда пробуешь положить информацию, а тебя оттуда выбивает как чужеродная. Вот пока ты не уберешь вот этот вот конфликт, а чтобы это убрать, надо здесь убрать. Иначе ложить некуда, полка занята. И вот в этом сложность восприятия человека. Ты его точку сборки сдвигаешь, а нахеряк назад возвращается, потому что здесь завалено мусором. А этот мусор еще человек тянет и говорит, не-не-не, это мое, это ж у меня нажито непосильным трудом. Это ж я в ту диссертацию запихну, а это ж я здесь заработаю, а это ж я здесь клубы проведу, а это ж я здесь... И вот он, вот этот мусор, он и волочет дальше. А ты ему говоришь, слышишь, ну давай, давай, давай выгребем. А если ты еще в отработку, человек говорит, ну давайте отработаем меня, да, то есть дает согласие на отработку. И ты это выгребаешь, он потом просыпается на следующий день. Я хотела это, а у меня тьфу, а это уже не делается, потому что это вообще не нужно, это херня, и это херня, и это херня. И у человека вообще недели две это расколбаса. Это реально. И недели через две до него начнет доходить, что надо пересматривать все, что давали, для того, чтобы теперь положить на полку то, что давали на программе. Представляешь, какая это работа? Это вообще... Я понимаю, насколько героичные люди вообще приходят это брать. Ладно, мы в интересе тогда шли, героизм. Ой, чертей увидеть, героизм. Ой, пойти за религией, ой, разнести магию. Ты знаешь... Ну, этот героизм, он очень быстро закончился. Героизмом было то, что мы тогда абсолютно интуитивно, но это работало чувство самосохранения, взяли эти 300 детей и волокли на себе каждый день. И это было на протяжении двух лет. Вот это был героизм. На самом деле... Я помню это. Это описано в книгах, и на основании чата мам созданы четыре книги, которые сейчас будут помогать мамам и детям выходить из аутизма. И уже сегодня психология говорит, аутизм уже не неизлечимое заболевание. Это уже с выходом. Пять лет назад. Это однозначно без выхода. Еще сегодня врачи, психиатры, психотерапевты в диагнозах у них еще не сменено. Это болезнь без выхода. Но уже в головах у людей она с выходом. Конечно. Уже, то есть, все, процесс пошел. Уже сломали процесс. Пошел, да, да, да. Черта пересечена. Но вот это было, с одной стороны, героизм, а с другой стороны, это чувство самосохранения. Иначе прилипе она сдогнала и раскромсала. А так мы прошли этот кусок. И теперь мы уже заходим и говорим, ребят, вы врете, цирк устраивая. И уже не поспоришь. Потому что... А знаешь, почему не поспоришь? Потому что очевидно. Потому что очевидно. Но с этой же стороны никто никогда не смотрел. Смотрелись через мусор представлений. Мусор норм. Нормально. Вот знаешь, мы не так давно работали с человеком. Сейчас вспомнишь. Там, где у человека была реальная возможность родить ребенка. Реальная возможность. Но человек пришел к врачу и врачу нормально сказать, у вас не может быть детей. И дальше выбор за человеком. Докродить или нормально. Понимаешь? И вот когда смотришь... А это нормально, когда врач такую херню говорит. Вы посмотрите, какие у вас нормы. Ты бог? Это нормально, что ты доверяешь врачу. Это нормально, что ты себя не слышишь. Разберись с конфликтом программ, когда ты мужу говоришь, я хочу ребенка, а внутри у тебя никогда не хочу. Ты просто врешь. Ты разберись с конфликтом программ и тогда выбери, так я рожаю или я не рожаю. На хрен тебе тут врач? То есть я когда вот такие штуки вижу, мне иногда становится не по себе. это обезумие общества. Это все про сон с безумными плясками. И эти пляски, окружение, но они смешны уже с восприятия создателя. А если взять из восприятия тела, вот сейчас как, вот вчерашние эти состояния, после того, как мы еще группу провели, эти состояния все роднее и роднее становятся. Но это же вообще получается, стек мироздания. И даже смотри, на нашем клубе, когда ускоренно включили звук, чип и дэл, да? Да-да-да-да, там пошел чип и дэл. Вот этот чип и дэл, это когда ты точно так же смотришь на людей, которые такие важные, такие крутые, и так серьезно играют. Так серьезно играют. Херню всякую. Вопрос, где сумасшествие? А где старость и смерть? Это тоже здесь, да. Где старость и смерть? Где все? Да, хотите с этим разобраться, тогда придется осваивать эти восприятия. Где плюс, а где минус? Да. Где черное, а где белое? Да. Все это об одном и том же. Черное и белое, смерть и все, и старость, и смерть, это все в башках наших, но мы. Смотри, еще когда-то в книгах мы очень хорошо писали на начальных этапах. Черное и белое в психике, черное – прозрачность. И белое – прозрачность. Именно прозрачность. Потому что как только появляется грязь, прозрачность перестает быть прозрачной. Начинается мутность, плотность, и пошли развороты кривых, косых, искаженных игр, больных игр. Так вот, для того, чтобы быть здоровым, надо, чтобы была у тебя в подсознании и надсознании прозрачность, чистота, искренность. А тогда искра проходит, тогда проискренность. Так вот, когда у тебя прозрачность, тогда ты осознаешь и сносишь чушь из надсознания, и потом точно такой же кусок работы надо проделать с подсознанием. И только это дает возможность войти в глубины своей психики, в глубины самого себя. И потом со временем прийти в тело. Но в тело не проявленное. Это иллюзия. Проявленное тело – это иллюзия в VR-очках уже. Вы ее чувствуете, проживаете, но благодаря VR-очкам. А создана эта иллюзия за VR-очками. Так вот, чтобы в то тело войти, которое создает эту иллюзию, вот это отдельный кусок работы. Вот это отдельный кусок работы. И это классный путь. И он возможный. Мы сегодня своим примером показываем. И результатами работы с людьми показываем, что это не просто возможно и реально. И вот… Много людей с нами вместе прошли. Благодаря с этим людям. Да, очень много. И даже вчера, кто был, именно вчерашний наш практикум мог сделать такую возможность у человека. Потому что именно вчера, чтобы почувствовать то самое тело за VR-очками, именно вчера это была возможность. И если у кого-то получилось почувствовать именно это тело, то это вот вчера, это та самая возможность была. Сколько мы нужной информации выдали вообще? На самом деле вся наша информация, она действительно, она настолько глубокая, настолько прозрачная, парадокс, да? Простая, простая и точно так же, с другой стороны, она настолько сложная и непрозрачная для другого восприятия. Для мутного сознания она сложная. Мутное сознание не видит прозрачности. Да. Интересно, мне вчера сын задавал вопросы, средний, по применению инфодайвинга, конкретному применению, как соединить это с бизнесом и как соединить это в жизни с его хобби. И вот он говорит, я много осознаю, много делаю, много знаю, но в то же самое время есть моменты, когда я читаю и вообще не понимаю, о чем это. Вот просто говорит, у меня пелена, и я вообще не воспринимаю информацию. Я говорю, давай тогда вот в этот момент ты говоришь себе, стоп, приходим ко мне, и мы с тобой будем просто это разбирать. Разбирать так, чтобы убрать мутность в твоем сознании, потому что это твоя мутность не дает видеть суть, ту суть, что ты сейчас читаешь. Я говорю, а когда до тебя это доходит, из глубины доходит, то вместе с этим происходит озарение, и озарение тебе показывает, как это применить в жизни. И вот ты имеешь реальный результат. Озарение – это когда происходит тогда, когда ты пересекаешь вот эту черту ограничения самого себя. Ограничения, да, да, да. Ты убираешь муть. И тогда ты по-другому совсем видишь с той стороны, с которой никогда в жизни даже ты просто не думал, что такое возможно. Да. Да, это на самом деле так. Это на самом деле так. И когда, смотри, вот когда есть возможность протянуть руку, вот точно так же, как мы своим детям сейчас, мы можем протянуть руку, когда они задают вопросы, и мы можем вот рассказать, показать это ту грань, которую человек не может видеть, то есть за чертой, ту грань за чертой. И перевести, вспомнишь, перевести своих родных. Тогда, когда они сами хотят этого, когда они задают вопросы. Потому что сам человек, именно сам человек, он может пройти этот весь путь, да, вот даже по нашим книгам, по нашим курсам, по практикам, но при этом это не значит, что читая, слушая, и, как это сказать, шаг влево, шаг вправо, расстрел, то есть конкретно заучивая. Нет. А именно чувствами, слышением себя, вот брать эту информацию, и он может пройти сам. Но когда есть возможность такая, действительно, как задать вопрос нам, и мы можем ответить, потому что у нас путь этот пройден, да, то это как вот натурально, как, знаешь, как из зеркала взял и перевел сюда. Как черное и белое. Как черное и белое. Они показывали, как они, как центрифуги, и все остальное. Да, вспоминаешь? Я сейчас вообще вот это... Черная часть, это черная книга. Насколько мы... Черная книга. Та самая волшебная. Самая тяжелая. Та самая волшебная. Вот мне ее сейчас надо быть на аудио наговаривать, да, и я понимаю, какая это жесть. Понимаешь? Вот уже понимаю головой, какая это жесть. Но при этом головой понимаю, насколько там крутая информация. Более того, теперь я ее понимаю, насколько нельзя было эту информацию выдавать в люди. Да, это... Когда мы этого не понимали. Да. Так вот, благодаря этому она и выдана, что мы не понимали. А черная книга, это как черта, та самая черта, которую преодолеть надо. Помнишь, как черная, да, как она показывала? Это же вот там все. Да. Это вот эта черта, преодолев которую, ты можешь дальше... прочитав черную, можно дальше читать как фантастику остальное, да, а можно читать из глубины уже дальше. То есть все равно у тебя есть возможность либо как фантастику, как сказки, да, читать, либо с осознанием уже дальше раскрывая, раскрывая, раскрывая. Это тогда, в том случае, когда ты читал до этого белую и черную, читал чувствами, то есть интересом, искренностью. не брал умом, а брал вот именно разумом, знаниями, глубиной, чувствами. Знаешь, когда инфодайм распространится на весь мир? Я знаю. Вот эта точка. Смотри, в зеркальном отражении, вот то, о чем мы вчера говорили, на курсе людям показывали, в зеркальном отражении человек все время идет, он видит с обратной стороны, вот это поток сознания идет с этой стороны, и здесь нет препятствий. А с той стороны ты как через замки проходишь, каждый раз позволение, каждый раз с препятствием. Так вот, когда из книг выстраивается поток полный, до конца полностью тоннель будет выстроен, тогда люди начнут вас принимать. И это будут последние книги, они будут такие классические, психологические, где уже будет отжата вся информация, где просто набор правильностей для ума, и вот они будут через этот ум, и каждый раз тунь препятствия, тунь препятствия, тунь препятствия, а можно с этой стороны и легко пройти все. Сейчас, потому что потом вот этот вот кусок надо будет убрать. Я это сейчас сама знаю, это сделаем мы сами. Потому что для человека будет достаточно вначале и побиться головой в замке. и это будет следующая игра в развитии, только на других частотах. И она уже стартует, между прочим. Это однозначно. Она уже есть. Она уже есть. Она уже по-любому есть. Она уже втекает. Просто это знаю. Осталось освоить этот уровень. И как важен тогда сегодняшний курс вот это надсознание. Да я просто офигеваю. Человек, который придет, вот даже услышав сейчас, да, о чем, если человек, вот слушая нас, чувствует... Сейчас, сейчас работает фильтр. Да. Чувствует, сейчас слушая нас, чувствует себя, он понимает, насколько... Да. Для человека это просто подкаст. Спасибо, что были с нами. Спасибо.